Всем привет, дорогие друзья! С вами Николай Пименов на канале Практичный Огород. Этим летом я решил проверить, действительно ли можно хвойные опилки с помощью Байкала переработать за несколько месяцев. Оказалось, да, можно. Я купил в Глобусе обычные хвойные опилки для хомячков. Они должны быть, по идее, без масла, без всего такого, экологически чистые. Весной я их сложил в бак, добавил воды, добавил немного гранулированного конского говна и, соответственно, Байкала. Периодически перемешивал и к осени у меня опилки успешно переработались вот до такого состояния. В процессе переработки опилки пахли говном, но сейчас они вообще ничем не пахнут, даже землей. А еще там ползают какие-то маленькие, такие вот беленькие червячки. Или какие-то даже... О, они такие прикольные, с какими-то хвостиками. Может, многоножки какие, не знаю. Короче, опилки-то я переработал, но надо проверить, насколько хорошее удобрение из них получилось. И поэтому вместе с вами мы проведем эксперимент на огурцах. Огурцы лучше всего, на мой взгляд, реагируют на плохую почву и по ним сразу будет видно. Хорошая земля, хуевая и так далее. Забыл сказать, на тот случай, если вы тоже захотите переработать опилки, их надо где-то раз в неделю тщательно и хорошо перемешивать. Потому что на дне, где я не мешал практически, у меня остался слой опилок вообще не переработанных. А в середине, там где я хорошо мешал, там они перебрели и стали вот такого черного хорошего цвета. Сегодня 13 ноября 2017 года. Семена огурцов у меня проросли. Сейчас я их буду сажать. 4 стакана. В этом стакане у меня опилки. В этом опилки плюс зола. Тут крутая земля с огорода. Крутая, потому что я ее копал под компостной кучей. А тут земля плюс зола. Чайную ложку золы я положил на один стакан. Разложил семена. Сейчас присыплю, полью и буду ждать всходов. Сегодня 23 ноября 2017 года. Огурцы вытянулись. Но для моего эксперимента это не страшно. Пока разницы не видно. Во всех 4-х плошках растет примерно одинаково. Я их меняю местами, чтобы они равномерно росли. А чтобы не нарушить кислотно-щелочной баланс, поливаю дистиллированной водой. У меня стоит фильтр обратного осмоса. Поэтому вода у меня имеется в неограниченных количествах. Сегодня 28 ноября 2017 года. Конечно, сейчас зимой огурцы растут довольно медленно. Потому что на окне у меня холодно. Значит, что мы видим? Здесь у меня обычная земля. Здесь огурцы выглядят вот так. И на одном огурчике появились какие-то непонятные штуки. Это земля плюс зола. Почему-то листик у этого огурца, он тут немножко поменьше. Но пока вроде бы развивается нормально. Здесь у меня опилки. Огурцы здесь выглядят поменьше. И один бракованный. А здесь опилки плюс зола. Но огурцы выглядят примерно так же, как и в опилках. Сейчас я их буду обрезать. Так. Лишние огурцы я обрезал. Вот здесь убрал бракованный, который с больным листом был. Хотя здесь вот на этом тоже не очень листики нравятся. Здесь этот оставил. А здесь вот эти два. Значит, еще раз. Опилки плюс зола. Опилки. Земля плюс зола. И земля. Ну, посмотрим, что будет дальше. Сегодня 3 декабря 2017 года. И уже есть результаты. Вот в этом стаканчике у меня опилки с золой. И огурец начинает загибаться почему-то. Огурец в просто опилках. Растет получше, но медленнее, чем в земле. И самый лучший огурец вырос в стаканчике, где земля плюс зола. Но кто-то его потихоньку жрет. Сегодня 13 декабря 2017 года. И мы имеем следующие результаты. Лучше всего развился огурец в земле с золой. Немножко поменьше огурец в обычной земле. В опилках растет, но хреново. А в опилках с золой вообще почти закочурился. Таким образом, можно сказать следующее. Хвойные опилки, даже переработанные до черного хорошего состояния, использовать для выращивания рассады нельзя. Либо их надо еще как-то подготовить. Но как, я не знаю. Золу я внес. Че еще вносить, хреново знает. И на этом все, друзья. С вами был Николай Пименов. На канале Практичный Огород. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До скорых встреч.